Волгоград встречает премьеру циркового представления «Вечный огонь», посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Этот спектакль, премьера которого состоялась еще 30 лет назад, восстановлен по архивным записям и документам народным артистам России Виталием Воробьевым. В полном зале лучшие места ветеранам. Именно для них и, конечно, для поколения победителей. И решили по крупицам воссоздать спектакль, чтобы помнили и никогда не забывали великий подвиг советского народа. Премьера «Вечного огня» с успехом прошла в 1985 году именно в Волгограде, когда постановка была удостоена первой премии «Союзгосцирка». И вот сегодня, накануне Великой Победы, обновленное представление вновь на героической земле. Сегодня у нас премьера, премьера циркового представления «Вечный огонь». посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это уникальное представление, которое проходило в 80-е годы в Советском Союзе. Получил множество наград, поощрений. Инициатором, так скажем, ремастеринга данного представления выступил Виталий Филиппович Воробьев, наш маэстро, режиссер данного представления. Сегодня на манеже цирка зритель увидит акробатов, гимнастов, верховую езду, мастерскую. Конечно же, будут клоуны, фокусники. Но общая концепция, сюжет данного представления посвящен Великой Отечественной войне. Это как некая история юношей, которые буквально со школьного балла попадают на поле боя. Всего за пару часов зрителям предстоит пережить весь трагизм войны и ощутить радость от победы. Центральная сюжетная линия циркового представления «Вечный огонь. Судьба юношей», отправившихся на фронт буквально со школьного балла. На протяжении всей постановки зрители станут свидетелями ключевых сражений Великой Отечественной, в том числе Сталинградской битвы и взятия Рейстага. Мы здесь сделали героический спектакль, в котором показали от начала до конца войну. И показали наш весь героический путь от начала, ну, может быть, очень трагичного и до праздника победы. Вот это все в течение двух часов мы попытались сделать так, чтобы затронуть души людей, чтобы они бы увидели это и привели бы сюда всех, чтобы... Понимаете, в чем дело? Дело в том, что в 500 километрах отсюда, по сути дела, идет война. А мы вспоминаем краснодонцев, которые там, под Донецком. И там были тогда герои и сейчас. Поэтому, я думаю, наш спектакль очень своевременен. И думаю, что он должен быть для всех определенной некой, у которой нужно жить и быть настоящими патриотами своей Родины. Чтобы ощутить масштабность постановки, задействованы специальные средства. Военная хроника, музыкальное и световое оформление. Но цирк все равно остается цирком. Поэтому зрители ждут невероятные выступления акробатов, номера с медведями, лошадьми, кошками, собаками. Уникалины трех качели. Именно они получили серебряного клоуна в Монте-Карло. Мне 91-й год пошел. И как мальчишка прибежал. И вспомнил свою юность. И молодость в войне прошел от Сталинграда до Германии, до Берлина. А потом, мало того, и бросили туда, на Японию. Ну, а японцы сразу сдались. Они видели огромную нашу силу. Армия шестимиллионная пришла в Европу. Она потрясла мир. Спустя 30 лет легендарное представление снова в Волгограде. И снова, как и 30 лет назад, слезы сдержать трудно. Потому что настолько интересно, действительно. Я вот начала смотреть, я прослезилась. Воспоминания нахлынули такие большие. Многие, я так понимаю, не могли даже сдержать слез. У нас вообще очень прекрасное представление. И я думаю, что это представление надо показать всем нашим ребятам, подрастающим. Потому что атмосфера была передана очень хорошая. Мы всей семьей с большим и с младшим ребенком. Обоим понравилось, маленькой тоже. Очень интересно, мне кажется. Достойно для ветеранов, достойное представление. Мне очень понравилась Айяна. Я поздравляю всех ветеранов с Днем Победы. С Днем Победы. Супер, просто замечательные эмоции. Превосходит все, что невозможно. Все ожидания. Спасибо вам большое, с праздником. Слишком большой ценой далась нам эта победа. В каждом движении, в каждом жесте актеров был и трагедия. Четыре года страшной войны. И вот он, день, который так ждали. День Победы. Как он был отца старет, Как в госпе под уши мталил уголет. Были мерзли, обгорелы пыли. Этот день мы прикрежали, как могли. Этот день Победы. Дорога плавала. День Победы, День Победы, День Победы. Представление вечной огонь в Лугограде до 11 мая. День Победы. 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 Продолжение следует...